Хозяин саммита австралийский премьер излучал добродушие. Казалось, Владимир Путин и Тони Эбботт уже позабыли о недавнем конфузе Эббота с обещанием, что называется, взять российского коллегу за грудки на саммите в Брисбене. Но, как мы видим, после недавнего разговора в Пекине, лидеры вполне готовы беседовать мирно и широко улыбаясь. Премьер Австралии открыл первый день саммита, стараясь не обращать внимания на огонь критики в свой адрес со всех сторон. Жители Брисбена ругались на власти за то, что из-за мер безопасности фактически парализована жизнь в городе. Антиглобалисты, как обычно, ругали премьера за само согласие принять саммит. Тем не менее, 20-ка остается отличной переговорной площадкой для неформальных встреч. Вот Владимир Путин перед началом официального завтрака явно обсуждает с саудовским шейхом проблемы падения нефтяного рынка, одинаково невыгодны обеим странам. Естественно, и его коллеги времени зря не теряли. Открывая саммит, Тони Эбботт тоже призвал всех отвлечься от политических проблем и обратиться к экономике. Наше послание миру, которое мы выработаем за эти два дня, должно нести надежду и оптимизм. Мир может расти, мир может сам себя обеспечивать. У нас было много встреч, где мы говорили о том, чего мы хотим. И сейчас мы будем обсуждать, как нам этого достичь. У нас есть уверенность, что результатом этой работы станет рост мировой экономики за пять лет на два процента. Первое заседание длилось почти два часа. Естественно, основная тема – мировой кризис и то, как с ним бороться. Пока получается не очень. С момента начала борьбы, двадцатки с кризисом, так и не удалось изменить тенденцию роста безработицы в мире. С 2008 года на планете потеряли работу 35 миллионов человек. Россия в этом смысле выглядит довольно неплохо. У нас безработица очень низкая. Об этом российский президент говорил на встрече с представителями профсоюзов 20 стран. У нас уже подписано свыше 190 соглашений в области труда, которые охватывают больше 90% работающих. Мы ставим перед собой задачу создания новых, современных рабочих мест, около 25 миллионов. Уровень безработицы находится на достаточно низком уровне, где-то 5,2%. После первых встреч на полях саммита лидеры собрались в фойе на совместное фотографирование. Обычно эта часть проходит довольно скучно, но не в этот раз. Один из австралийских фотографов был так настойчив, что, воспользовавшись замешательством лидеров, заставил их позировать лично для своего издания. А утро российского президента началось со встречи лидеров развивающихся экономик БРИКС. Их совокупный рост уже превысил цифры роста семи наиболее развитых стран мира. И, судя по словам Путина, это лишь начало. Успешно выполняются решения по созданию в БРИКС собственных финансовых институтов. Завершается формирование учрежденных на саммите Форталезе банкоразвития и пула условных валютных резервов. Суммарный объем их капитала довольно внушителен – 200 миллиардов долларов. Таким образом, у нас появятся общие механизмы, способные стабилизировать национальные рынки капитала в случае кризисных ситуаций в глобальной экономике. Естественно, тема конфликта на Украине была одной из главных на двусторонних встречах Владимира Путина со своими коллегами. Но, например, с британским премьером Дэвидом Кэмероном лидеры выразили желание восстановить нормальные отношения России и Запада. С итальянским премьером Матео Ренци и французским президентом Франсуа Оландом речь шла главным образом о выполнении минских договоренностей по Украине и многом другом. Сегодня много турбулентных моментов в мировых делах. И по всем вопросам наши позиции совпадают. И тем более полезно иметь возможность встретиться и поговорить по всем этим вопросам. И думаю, сделать нужно все для того, чтобы минимизировать риски и негативные явления для наших двух стран. Я надеюсь, что мы недолго будем страдать от турбулентности, которые сейчас происходят в мире. Наш долг сделать все возможное, чтобы урегулировать существующие сейчас в мире кризисы, в частности на Украине. Хочу заметить, что одна из причин, по которой экономический рост идет не так хорошо и не так быстро, как ожидалось, это международная ситуация. Россия и Франция несут свою ответственность, и они должны участвовать в урегулировании этих проблем. Естественно, очень много вопросов лидеры обсуждали тет-а-тет. На саммите для этого достаточно возможностей и в кулуарах, и, как мы видим, во время специально для этого предназначенных прогулок. Подобный традиционный эмоцион в австралийском Брисбене лидеры совершили перед официальным обедом от имени премьера Тони Эббетта.